Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Весть Карачаева Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Снежная лавина сошла сегодня в поселке Домбай в районе четвертой очереди канатной дороги. Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов прибыл в Домбай и проводит оперативное совещание. Напомним, сегодня в 13.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисной ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаева Черкесии поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Муса-Читара на высоте 2700 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика. Это пункты проката горнолыжного снаряжения. Также повреждено кафе. Пострадавших кафе нет. По предварительной информации, в момент схода лавины на месте могло находиться от 4 до 12 человек. В 13.40 спасатели приступили к поискам. Проводится обследование тела лавины. На место происшествия выехал начальник Главного управления МЧС по республике Александр Галакаленко. Оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В поисках также принимают участие местные жители и волонтеры. На месте схода лавины продолжаются поисково-спасательные работы. Поиски осложняют неблагоприятные погодные явления в виде мокрого снега. С наступлением темноты спасатели организовали дополнительное освещение. В Донбай проводится обход гостиниц для выявления лиц, которые могли находиться на месте схода лавины. Всего на месте работает 233 человека, 28 единиц техники. Главное управление МЧС работает оперативный штаб. По предварительной информации, также в момент схода лавины могло находиться от 4 до 13 человек. В 13.40 спасатели приступили к поискам. И на этот час, по официальной информации, на месте схода лавины один человек погиб. На сегодня поиска спасательной работы приостановлены. И вести из апперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 16 613 человек. Из них 14 975 выздоровели, 896 госпитализированы. Карачаево-Черкесии почтили память государственного деятеля, одного из самых достойных и уважаемых сыновей Карачаева-Черкесии, Юрия Хамзатовича Калмыкова. Прошло 24 года, как он ушел из жизни. Председатель правительства Аслан Озов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, вице-спикер парламента республики Дагирс-Макуй, возложили цветы к бюсту Юрия Калмыкова. Юрия Хамзатовича помнят как профессионала высочайшего класса, порядочного и принципиального человека. Земляки любили его и уважали за доброту и отзывчивость. Несмотря на высокие посты и должности Москве, Юрий Калмыков всем сердцем любил свою малую родину и болел за нее душой. 78 лет назад Черкесск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Государственная национальная библиотека во главе с ее руководителем Салыхом Хабчаевым проводит большую военно-патриотическую работу. И такие даты, как освобождение Черкеска, не остаются без внимания. Материал Зарима Кардановой. С первых же дней войны из Черкеска в Красную Армию было мобилизовано около двух тысяч человек. События на фронте развивались не в нашу пользу. Вскоре в Черкесске появились первые эвакуированные. Отступление наших войск шло настолько стремительно, что штаб Северо-Кавказского фронта за первую неделю августа 1942 года четыре раза менял свою дислокацию. В то время в Черкесске находились семь эвакуационных госпиталей. Умерших раненых свозили на кладбище на подводах и хоронили в братской могиле. Спустя годы это кладбище назовут старым. И позже на месте тех захоронений поставят плиту с надписью «Здесь покоятся 300 защитников Родины». На самом деле никто не знает их точное количество, неизвестны также их имена. Тем временем город готовился к обороне. За лето 1942 из жителей области было мобилизовано 750-летних мужчин, а также из числа молодежи 24-го года рождения. Они пополнили ряды отступавших частей Красной Армии. В целом из Черкеска ушли на фронт более 8 тысяч человек, половина из них погибли. Спустя годы военные историки эти дни отнесут к северокавказской оборонительной операции, спланированной генеральным штабом в период с июля по декабрь 1942 года. В освобождении города Черкеска принимали участие более 200 наших земляков разных национальностей. Особо отличился Магомед Хаджи Исмаилович. Он почетный гражданин города Черкеска. Одним из активных участников боев за освобождение Черкеска был Харцизов Умар Уручевич, минометчик из аула Эльбурган Хапецкого района. Остроухов Дмитрий Иванович, почетный гражданин города Черкеска. Шевченко Василий Иванович, почетный гражданин города Черкеска. Были женщины. Колесниченко Мария Васильевна Медик, Савоськина Анна Ивановна, Чинхасчива Фатима. Освободителями города Черкеска были Аджибеков Тома Джагафарович, Кущетеров Юсуф Гергакаевич, Медведский Иван Романович, Шурдумов Кучук Аминович. Активный участник боев за Кавказ. В последующем первый секретарь Адыгихабльского района комопартии, редактор черкесской газеты «Ленин Нур». Именно в ходе этой операции на северокавказском направлении погибло около 200 тысяч человек и более 180 тысяч солдат и офицеров получили ранения. Среди героических защитников города значится имя капитана, командира минометчиков Кучука Шурдумова, который свой первый боевой орден, орден Красного Знамени, получил за освобождение Черкеска. Пользовался авторитетом в своих частях, где он служил. Есть воспоминания его командира, который писал благодарное письмо его маме за то, что она воспитала такого сына. Прошел всю войну с 41-го года. Он участвовал в освобождении Северного Касказа и Осетии, и Грозного, и освобождении Черкеска. И свой военный путь закончил в Болгарии. Он мало прожил, 67 лет, но он был честным, трудолюбивым. Он был настоящим коммунистом. Стоит на проспекте Ленина в черкесский памятник воину-освободителю города. Задумчивый солдат в камне. Напоминание о былых боях, о героизме, о котором мы не вправе забывать. Зарема Карданова, Ислам Урумов, Мухаммеда Шибоков. Веси, Карачаево-Черкесия. МЧС предупреждает, в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров лавина опасна. Время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии. Снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 8, минус 10. Днем 2-4 ниже нуля. На дорогах гололедица и снежный накат. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД «Карачаевский» задержали злостного нарушителя, севшего за руль в состоянии наркотического объединения без права управления транспортным средством. Им оказался 61-летний местный житель, который имеет 466 неоплаченных штрафов за административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. В ходе проверки документов было установлено, что водитель не имеет права управлять транспортными средствами. Вместе с тем, у мужчины были выявлены признаки опьянения. В управлении ГИБДД МВД ПКЧР проведен анализ информационной системы, в ходе которой было установлено, что на территории республики проживают граждане, имеющие от 50 до 500 неоплаченных штрафов. Для усиления дорожно-транспортной дисциплины и реализации мер по неотвратимости наказания сотрудниками Госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов реализуются мероприятия по выявлению указанных лиц. Так, за прошедшие сутки выявлено три водителя, относящиеся к категории злостных нарушителей. У одного из них имелось 466 неоплаченных штрафов, у второго 186 и у третьего 141 неоплаченный штраф. Кроме того, первые два водителя управляли транспортными средствами, будучи не имеющими такого права. То есть управляли транспортными средствами без водительских удостоверений. К тому же первый водитель, у которого было наибольшее количество штрафов, управлял транспортным средством, находясь в состоянии наркотического опьянения, что было подтверждено результатами медицинского соответствования. Ребенок идет в первый класс – это важный этап в жизни каждого родителя. Часто перед взрослыми встает ряд вопросов, связанных с этим событием. Одни не определятся – в 6 или в 7 лет отдавать ребенку в школу, и какой выбрать, какие справки, документы нужны. А самое главное – когда необходимо подать заявление в учебное заведение для зачисления первоклассника. Год назад об этом нужно было беспокоиться уже в феврале, а в этом году отложили до апреля. Что еще изменилось в правилах и что необходимо знать для зачисления ребенка в первый класс? Альбина Ламкова узнала подробности. До нового учебного года еще много времени. Однако думать о подготовке детей в школу уже нужно сейчас. Иначе будет поздно. Для начала родителям необходимо решить, в каком возрасте они отдадут ребенка в первый класс. В законе об образовании четко указано, что детей принимают в школу с 6,5 лет. Администрация учебного заведения может зачислить и ребенка, и младше этого возраста. Только для этого нужно подать специальное заявление, а также проконсультироваться у детского психолога. Не поменялось правило принятия детей в школу, живущих по прописке. Они также будут в приоритете. Местоположение учебного заведения имеет важную роль. Пешая доступность – приоритет для любой школы. Ведь важно, когда ребенок сам сможет добираться до места учебы. Также значим безопасный маршрут. В нем нужно учесть, сколько дорог на пути к школе, есть ли светофор и пешеходный переход. Ну а те родители, которые решили по определенным причинам отдать свое чадо не по прописке в ту или иную школу, то они должны будут подать заявки после 6 июля. В этом случае их примут, но только если в учебном заведении останутся свободные места. Ну и, пожалуй, о главном изменении этого года – зачислении первоклассников в школу. Они будут приниматься по новым правилам, рассказала главный специалист управления образования Черкесска Рита Камова. Родители могут подать заявление, как очно прийти в школу, напрямую сдать документы. Также они могут на электронную почту школы подать заявление. Адреса электронных школ у нас находится на сайте управления образованием. В прямом доступе можно найти в интернете. Также можно подать заявление обычной почтой. Ну, как правило, у нас родители приходят в школу и пишут заявление в самой школе. Будут вести прием граждан для обучения с 1 апреля для детей, проживающих на закрепленной территории. Прием заявления ведется до 30 июня включительно. Еще родителям нужно знать, если классы будут укомплектованы в том учебном заведении, к которому относится ребенок территориально, то муниципальные власти должны помочь с устройством ребенка в другую школу. Кроме того, преимущества при зачислении имеют дети, чьи братья и сестры уже учатся в этом учебном заведении. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Таким был понедельник. Карачаево-Черкесия. Прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!